Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Встречаемся с молодым человеком, на данный момент 6 лет. Он был в командировке 14 месяцев. Только что вернулся, я его, конечно, дождавал. Все эти месяцы мы общались в переписках, внимание было от него. Я грустила без него, чувствовала любовь, пусть и все аспекты грусти. Наши отношения близятся к браку, к совместному приобретению жилья, большие планы. Но когда он приехал, я стал понимать, что не испытываю большей радости от его приезда, но чувствую тепла внутри и любви. Я не уверен в своих чувствах и не понимаю, что я чувствую. Я не хочу признаваться ему в этом, не хочу расставаться с ним. В голове крутятся вопросы, как так получилось, я хочу его любить. Не хочется завершать отношения, потому что думаю, что это тот самый человек. Все время по этому поводу беспокойство, тревоги, накручивая себя. Впереди у молодого человека после отпуска снова кондиткомандировка, она продлится надолго. Я в отчаянии. Выдержит ли наши отношения? Такой вопрос. Ну, что вам здесь хочется сказать? В первую очередь, пожалуй, что такое тот самый человек? Тот самый человек, это какой человек? А вы как понимаете, что человек это тот самый? Ну, ну, буквально, как вы это понимаете, как вы понимаете? Вот. Дальше. Вы говорите о том, ну, по сути, что вы не любите его. Вот. Но не хотите с ним расставаться. Потому что есть большие планы. Вот. И эти большие планы, они вам важны. Как важен, наверное, вам брак. С человеком. И, как важно, наверное, приобретение совместного жилья, так скажем. Тоже. А вот лично я думаю, что вам важна здесь стабильность. И лично я думаю, что ваше беспокойство, а также пропажа чувств, связанных с тем, что вы понимаете, что человек может быть и тот самый. Да только безопасности с ним как-то достичь не получается. Ну, вот, буквально, в буквальном смысле не получается достичь с ним безопасности. В буквальном смысле этого слова. То, что вы говорите, то, что вы задаетесь вопросом о том, выдержит ли ваше отношение. Для меня выглядит как то, что ваше отношение вам важнее, чем личность мужчин. Попробуйте ответить для себя на такой вопрос. В моем контакте с человеком, чего больше? Взаимодействие меня с ним как мужчины и женщины больше? Или больше о взаимодействии личностей, которые коммуницируют друг с другом через общие, в том числе, интересы. Вот, попробуйте, попробуйте ответить себе на этот вопрос. Это вообще было бы очень интересно увидеть, что, на каких основаниях выстроить взаимоотношения с человеком на протяжении шести лет. Вот. И, собственно говоря, чем вас так пугает то, что вы его разлюбили? Ну, разлюбили и разлюбили. Что ва там? Такого. Каждый может, в принципе, своей дорогой пойти. Вот. Но вы не хотите с ним расставаться? То есть, налицо, налицо психологический конфликт. С одной стороны, я с человеком расставаться не хочу. Мне он нужен, важен, ценен. Он мне дорог. Вот. Это с одной стороны. Но с другой стороны, моих чувств к нему нет. Чувствуют мои ученики. Чувства не пропадают просто так. Понимаете? А если ваши чувства пропали, значит, с этим что-то связано. Вот. И не просто связано. Я бы даже сказал. Не просто. Не просто связано. Я бы сказал, что вы изменились. Возможно. Возможно. Вы что-то для себя поняли. Такое. Чего, вероятно. Ну, может быть. Не понимали раньше. Или боялись понимать. Опасались понимать. Ну, лично мне кажется, понимали всегда, а просто игнорировали. Сейчас это вышло на новый уровень. Это тревога. Это, вероятно, страх. Вот. Может быть, что-то ещё. О чём? Сейчас. Сейчас. Говорить. Здесь. Я не считаю возможным. Надеюсь, вы меня поймите. Вот вы пишите. Когда он приехал, я стал понимать, что не испытываю большей радости от его приезда. Не чувствую тепла внутри. Вы от него отвыкли. Вы от него отвыкли. Потому что 14 месяцев. Это больше года. Вы были без него. Да. Поправьте. Поправьте меня, если я ошибаюсь. И вы отвыкли от него. Вот. Вы от него отвыкли. Вы привыкли жить без человека. Это неплохо и нехорошо. Это данность. Дело в том, что, видите ли, если людей связывают только гендерные аспекты взаимодействия друг с другом, вот, то в таком случае, я бы сказал, быстрее. Быстрее наступает охлаждение, когда человека рядом нет. Потому что вы не слепа. И вы можете видеть, что рядом с вами есть другие мужчины. Да, пусть и не такие, как ваш. Вот, может быть. Может быть, проигрывающие причем-то ему. Но вы видите, что мужчины есть. И что они могут довольно неплохо дать вам то, что вы хотите. Вот. Поэтому, когда вы говорите о том, что у меня пропала радость у меня, пропали теплые чувства к человеку. Мне хочется вас спросить. Мне хочется вас спросить. Мне хочется вас спросить. А как вы, как вы это поняли? Как вы поняли, что ваше чувство пропало? Как вы поняли и как вы заметили, что что-то изменилось? Вот что мне хотелось бы уточнить. Было бы здорово, если бы вы сформулировали этот момент. Вот. Это было бы очень полезно. Полезно. За вас. Конечно же. Следующий момент. Не чувствую тепла внутри любви. Ну, любовь прошла. Я не уверен в своих чувствах. Не понимал, что я чувствую. Давайте подумаем. Вот. Давайте подумаем. Вот. Чего вам хочется. Вот. Чего вам именно хочется, когда вы находитесь? С... 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 Ну, с человеком. Вот именно хочется вам чего? Когда вы находитесь в нем. Желание чего появляется у вас в этот... Ну, в этот момент. Вот. Попробуйте обратить на это внимание. Я думаю, что... Вы сможете... Увидеть... Природу своих чувств. Вот. Вот. Да. Быть может, вам она... Природа в смысле ваших чувств... Эээ... Не так... Эээ... Не так... Эээ... Помравится. Не так, может быть, эээ... Придется по душе. Потому что... Хотеться вам может... Не совсем... Эээ... Пого... Эээ... К чему вы привыкли. Да. Это правда. Так, может быть. Ну, эээ... Здесь я уповаю только на вашу... Эээ... Честность. Эээ... На вашу честность именно... С... Ээээ... Ну... С самой собой. Эээ... Вот. Ибо если вы честны... Будете... С самой собой. То вы имеете, в принципе... Все шансы... На то, чтобы в этой... Ситуации... Вам... Разобраться... И... Разобраться максимально корректно. Конечно же. Вот. Дальше. Вы говорите. Я не хочу признаваться. Не хочу расставаться. В голове крутится... Вопросы, как это случилось. Я хочу его любить. Ну, совершенно очевидно, что вместо с этим... Эээ... Вы, получается, что-то теряете. Вот. То есть вы очень сильно, как будто бы... Эээ... Боитесь... Отношения... Потерять... Вы боитесь их потерять... Как будто бы... Вы боитесь потерять отношения... Но в то же время не... Чувствуете того, что чувствовали раньше. Эээ... Раньше. Вот. Ну вот. Ээээ... Конфликт. Эээ... Интересов противоречий. Вот. У вас противоречий. То есть... Эээ... Соответственно... Нужно смотреть... Чего вам хочется... Эээ... Ну вот... Когда вы, условно говоря... Допустим... Ну, допустим, рядом с ним, да? Вот. Вот. Или, допустим... Не рядом с ним. Вот. В какой момент и как вы заметили, что радости нет? Ну, я имею... Я имею в виду... Эээ... ОП. А... Пребывание с ним... Вместе. Это... Тоже... Достаточно... Интересная и... Важная... Составляющая... Данная... История. Эээ... Так. Значит, не хочется завершать отношения, потому что думаю, что это тот самый человек. И что это значит? Это тот самый человек. Эээ... Все время по этому поводу беспокойство, тревоги, накручивая себя. Вы чего-то боитесь? Вы боитесь, наверное, на... Чего? Осознанное? Вот. То есть, что будет, если вы выйдете из отношений? Ну, вот сейчас... Эээ... Вот сейчас я имею в виду, что произойдет? Как... Как... Как вы будете... Ээээ... Себя... Эээ... Чувствовать? Эээ... Если... И... Когда вы выйдете из отношений? Вот. Вот. Можете ли вы... На этот вопрос... Эээ... Ответить? Эээ... Если у вас, точнее... Эээ... Если у вас, точнее... Ээээ... Ответ на этот вопрос. Вот. Я думаю, что... В основе лежат... Эээ... Некие такие... Стратегии вашей жизни... Эээ... В виде требований... К себе. Эээ... Которые... Выглядят как... Ну, такие достаточно... Я бы сказал... Ригидные... Ээээ... Установки. Прямо такие вот... Ригидные... Ригидные установки. Вот. У вас. Я имею в виду. Вот как будто бы... Вы... Об этих ригидных установок... Сейчас... Отказаться... Не можете. Ну... Не то чтобы это очень... Сильно нужно... Было бы. Ну... Отказываться... Я имею в виду. Вот. Ну... Просто... Вам они мешают. Не позволяют... Не позволяют вам... Быть... Собой... Не позволяют вам... Эээ... Быть свободной... И... Из-за них вы видите... Тревогу. Что... Что-то не так. Что-то нарушается. Вот. Эээ... Может... Может быть... Эээ... Это... Прозвучит... Эээ... Как-то неприятно... Для вас. Вот. Эээ... Но... Эээ... Все меняется... И... Вы могли... Ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Нужно что-то другое, может быть, не совсем то, что способен дать мужчину, быть может, изменились ваши ценности, быть может, изменились ваши приоритеты, вот. Но все это, все это, вы себе запрещаете, потому что требуете от себя быть этим человеком именно из-за того, что у вас уже много, ну много планов, вот, много планов и вы, вот, боитесь от этого отказаться. Конечно, конечно, я ни в коем случае не призываю вас отказываться ни от чего, ни в коем случае. Я больше про то, что с вами происходит, я больше про это. И вероятно, да, вам нужна помощь для того, чтобы с себя разобраться. Только хочется сказать, что помощь вам нужна, чтобы с себя разобраться. Но, на мой взгляд, есть большая вероятность того, что вы будете сопротивляться каким-то вещам, вещам, которые могут происходить на психотерапии, вот. И я думаю, что должен был бы вас об этом предупредить. Вы знали, что так может быть. Ещё вы написали о том, что, да, я в отчаянии, выдержит ли наши отношения. Смотрите, вы отделяете себя от отношений твоих. Как будто бы вы и отношения ваши, ну, я одно и то же. Но вы же и есть те, кто строит отношения, верно? То, как вы относитесь к человеку, то, как он относится к вам, то, как вы его воспринимаете. Вот. Сейчас ваши отношения, на мой взгляд, просто стали другими. Они изменились. Это нормально, что они изменились. И если вы не поговорите об этом с человеком, со своим барьером. Вот. Если вы, ну, не обсудите с ним это, я думаю, что будет гораздо хуже. Конечно, вам решать. Хотите вы обсуждать это или нет, может, вы так будете это скрывать, это вам решать. Но я думаю, что если вы действительно оборожите отношениями, вот, то на какой-то игре вряд ли их можно построить. Вот. Ну, я имею в виду на обмане, да, вот, на таком чем-то. Вот. Я думаю. Это мое, опять же, мнение, да, я не хочу вам его навязывать. Я думаю, смотрите, решайте сами. Психолог, психолог, само собой, может помочь вам в себе разобраться, в своих чувствах, в своих чувствах, в своих проблемах. Но тогда вы можете и не захотеть быть своим мужчиной. Такая психология получается. Вот. Хочу, чтобы вы это тоже имели в виду. Так бывает. Вот. О том, хорошо это или плохо ли это, мы сейчас, с вашего позволения, говорить не будем. И так это, на мой взгляд, ну, актуально, сначала, вот. Ну что же, на этом, я думаю, все. На этом, я думаю, можно мой ответ, в принципе, закончить. Я надеюсь, что вам это было интересно, надеюсь, что вам это было полезно. Надеюсь, что вы для себя какие-то выводы обязательно сделаете. Вот. Очень надеюсь. И, значит, сформулируете базовые посылаты для психотерапии, вот, чтобы начать над собой работу. Я желаю вам удачи, успехов и честности с самой собой. Обращайтесь. И так пока. Ну на мой взгляд. Настя. Продолжение следует...